здарова народ сегодня третий сервер из свеженькой поставки от компании mvg group они же сел сервер и сегодня я вам расскажу про big data сервер это сервер который может обрабатывать терабайты данных это может быть какие-то SQL базы может быть mysql базы постгребазы короче любые базы данных либо просто огромные массивы информации сегодня у нас на обзоре dell emc power edge r 740 xd и по приставке xd вы поняли что это сервер с большим количеством жестких дисков значит из коробки из коробки у нас родные диски по 10 терабайт и что я могу про них сказать это все те же 7200 у нас в стандартной конфигурации та которая к нам пришла из европы 12 корзин на передней панели помимо корзин на передней панели есть два юсб виджей порт и вот здесь вот мне подсказали что это микро юсб шичка чтобы подключать сюда ай драк что у нас сзади давайте смотреть прям как по стандарту два отказоустойчивых блока питания по 750 ватт у нас до хрена дисков поэтому их нужно как-то запитывать далее у нас есть еще целых четыре дополнительных корзины для того чтобы можно было установить на них операционную систему из того что у нас есть грубо говоря завода мы имеем саз 15к по 900 гигов и со скоростью шины 12 гигабит в секунду также можем сюда еще два добавить тут вот какая-то тряпочка застряла и всего получается у нас блин целых 15 дисков вернее не дисков а слотов дисков то у нас поменьше они вот здесь вот пронумерованы 12 13 14 15 почему 15 я не понимаю может быть я впереди что-то пропустил нет здесь все также а нумерация начинается с нуля поэтому 16 слотов дальше вот это вот какая-то фиговина что-то она наверное здесь открывает ладно не буду трогать два порта по гигабит у еще два sfp порта куда можно поставить модули 10 гигабитные либо оптика либо медиаха либо директа тач кабель то есть дак 2 юсби 3 0 а вид же и 1 232 и айдрак версии 9 отдельный выделенный порт ну и кнопочка чтобы у нас замигала идентификация этого сервера в стойке ну а теперь давайте его откроем и посмотрим что же внутри компании дел там такого установила прям с завода крышечка крышечка с теми инструкциями картами где что у нас установлено какие модули памяти в каком порядке устанавливать что у нас сзади номера слотов номера процессоров здесь пронумерованы номера вентиляторов различные инструкции как что устанавливать внутри у нас 6 вентиляторов вот такие большие вентиляторы обычные не турбированные с одним пропеллером и это уже не дельта это у нас ультра про смели поставщика видимо естественно не ход плагиваем здесь back plane и я так думаю что это back plane уже со встроенным сас экспандером потому что у нас здесь два кабеля подключается которые такие модные квадратные это сас 12 гигабит дальше они разводятся уходят с разных сторон на перк 330 контроллер какие модели контролера сюда можно установить вы можете отлистать два обзора назад и посмотреть в 600 по моему 40 у нас был на обзоре ссылочку предложу где-нибудь вот в подсказке короче будет либо в описании под ролику посмотреть какие там еще доступны контроллеры перк здесь у нас еще четыре ну как в прошлом помните в более младшей модели которому типа как бы как же 9 какую hp вот этот корзинку у нас снимается в общем все тоже абсолютно то же самое пластиковые затычки на модулях памяти два процессора естественно xeon scalable серии это gold platinum silver что там еще у них бывает не пишите в комментариях что у них там еще бывает вот этот серия модных скейлибл процессоров который до 28 ядер на один камешек помимо этого как в том модном сервере была одна юнитом там у нас были выводы под nvme накопители но с учетом того что это big data сервер здесь такого у нас нету здесь просто перк контроллер и на него подключен sas 12 гигабит память 2666 максимальная обычные регистровые модули load reduced модули и еще вот это вот модная память которая с батарейки модули по 192 гига максималка можно установить в этот сервак ну и в принципе в вот эти вот модные новые серии от компании сервер серии серверов от компании дел так вот этот корзинку мы убираем и да есть у нас один комментатор да это цирк с конями конечно же это цирк с конями я всегда говорю что я снимаю исключительно развлекательный контент поэтому вот такие здесь две корзинки backplane тоже sas 12 гигабит отдельное питание под ними установлена сетевая карта я уже про это рассказал и с завода нам доступно еще три 50 экспресс через райзер вот такой вот такой вот райзер 50 x16 на нем прям так и написано слот 123 вот что тут еще можно но батарейка литиевая под смоз чтобы сохранять настройки здесь какой-то интересный порт для подключения какого-то дополнительного устройства здесь на плате мы имеем подключение какой-то мезониновский разъем я так подозреваю что в него может подключаться еще какая-то дополнительное оборудование которое можно установить в этот сервер так давайте вернем крышку назад до 3 терабайт оперативной памяти поддерживают эта модель вы можете все 24 слота под память заполнить огромное количество дисков в количестве 16 штук то есть 160 терабайт можно прям вот с завода сюда залить данных процессоры скелебл серии будут это все дело обрабатывать и все вот это вот ваша big data вот эти вот большие данные будут обрабатываться этим сервером прям вот в миллисекунды все зависит от того что вы сюда загрузите сервера в наличии у наших партнеров которые нам предоставили все эти вот сервера для обзора в компании сел сервер они же mvg групп ссылочка на них в описании свою конфигурацию вы можете собрать у них на сайте в удобном конфигураторе а с вами увидимся через неделю в обзоре r440 сервера тоже естественно dell power edge всем счастливо удачи пока увидимся